Ирина Кудряшова. Несчастный случай. Вика понимала, что со своим женихом Пашей она поссорилась буквально из-за ерунды. Через две недели они должны были пожениться. Но что такое в конце концов свадьба? Один день жизни. Можно стеснуть зубы и перетерпеть, даже если все пойдет не в соответствии с твоими личными желаниями. Но уж очень Вике стало в тот момент обидно. Когда она была маленькая, то побывала на нескольких свадьбах, выходили замуж подружки старшей сестры Валерии. И на этих торжествах девочке не понравилось. Слишком много народу. За столами взрослые сидят тесно, разговоры ведут скучные, глупые конкурсы вгоняют участников в краску. Но хуже всего, что вокруг столько пьяных и каждый со своими причудами. Пару раз даже драка завязывалась среди таких гостей. Поэтому, когда Вика подросла, она мечтала, что у нее, когда она решится выйти замуж, все будет по-другому. Небольшое кафе, только самые близкие люди. Красивая музыка, кафе окружает небольшой парк, фонарики, розы, может, световые фонтаны. Вика со своим избранником танцует, и фотографии останутся сказочные. Но выяснилось, что Пашин и родители представляют все иначе. А поскольку деньги на свадьбу дали они, словом, кто платит, тот и заказывает музыку. Предполагалось шумное веселье. Куча родни, знакомый тамада, конкурсы с баяном и самое скверное – несколько ящиков водки, которую родственники уже закупили по сниженной цене. «Главное свадебное развлечение, я уже знаю, какое будет – соревнование, кто быстрее упадет мордой в салат», – язвительно прокомментировала Вика. «Ну что ж я могу сделать, если у меня такой дядя Андрюша?» – начал жлиться жених. «Если он не напьется, для него праздник испорчен. Но не пригласить его нельзя, мамин брат. Давай отбудем это мероприятие, как должное, а потом, через несколько дней, устроим вечер для себя и своих друзей в кафе». «А тут, значит, я должна пережить этот идиотский выкуп, крики горько, похабные частушки и прочее?» «Ну ничего страшного, давай подыграем старшему поколению. Оно же тоже немало сил приложило, нас выращивая». «Почему-то мои родные всей этой развлекательной программы, рассчитанной на быдло, не требуют». «Ну, считай, что тебе не повезло, и ты выходишь замуж за представителя махрового быдла». «Не выдержал Паша». «В таком случае свадьба твоя будет без невесты». И Вика хлопнула дверью. Дома она рыдала, конечно, но матери ничего не сказала. Мама бы стала убеждать ее не идти на принцип из-за пустяков. Действительно, потом можно устроить праздник для себя. Никто не отменит и свадебное путешествие в коктебель. «Пока же надо вместе решить столько вопросов, и будущих свекра и свекровь незачем обижать. Зачем портить отношения с самого начала?» Немного успокоившись, Вика надумала помириться. До свадьбы она хотела пожить дома, устроить накануне праздника девичник, созвать подружек. Но сейчас поехала к Паше, в ту квартиру, где скоро будут вместе вить семейное гнездышко. Вика открыла дверь своим ключом. Если бы она была старше, может, у нее случился бы сердечный приступ. Но молодое здоровое сердце, хотя и готово было выпрыгнуть из груди, в целом девушку не подвело. Паша, ее жених, который вот-вот должен был стать ее мужем, лежал в постели в объятьях другой женщины. Незнакомка была гораздо старше Павла. Если ему 23 года, то ей, наверное, лет 35. При этом нельзя не отдать ей должное. Она была очень красива. Рыжая, с модной стрижкой, правильными чертами лица, с зелеными глазами. Она напоминала то ли актрису, то ли фотомодель. И еще незнакомка была весьма уверена в себе. Паша, увидев невесту, ахнул, засуетился, стал лихорадочно натягивать штаны. А эта особа даже за халатом не потянулась. Рассматривала оторопевшую Вику и усмехалась. Казалось, дама сейчас поднимется и предложит всем вместе выпить кофе или чего покрепче в честь знакомства. Не выдержав ее липучего наглого взгляда, Вика выбежала из квартиры. Паша не успел ее остановить. Девушка так поспешно бросилась к машине, будто за нею гнались, и только за рулем ощутила, как ее колотит. Она понимала, что в таком состоянии машину лучше не везти. Вспомнила, как училась в автошколе, ездила с инструктором, как Тарас едва не сбила кошку. Тогда Вику почти так же трясло, и она была уверена, что больше никогда не сможет тронуть автомобиль с места. Занятия свернули, инструктору пришлось долго успокаивать девушку. Но напоследок он сказал ей, «Ты очень впечатлительная. Мужикам нельзя за руль, если они выпьют. А тебя достаточно расстроить. Поэтому запомни мой совет. Если тебя что-то выведет из себя, лучше вызывай такси. Ситуация на дороге меняется не то что каждую минуту, каждую секунду. Ты уйдешь в свои мысли и можешь просто не успеть среагировать». Вика обещала вести себя разумно, но сейчас все благие намерения просто улетучились из головы. Ей хотелось как можно скорее оказаться подальше от этого места. А потом закрыться у себя в комнате, заблокировать в мобильнике номер бывшего жениха и пусть его родители как хотят со свадьбой, так и разбираются. Плевать, что ресторан уже выбран и оплачен. Гостям разосланы приглашения, а у Вики дома в шкафу висит потрясающей красоты белоснежное платье. Вика не превышала скорости, но все же мысли ее были сосредоточены на низменном поступке Павла. Потом она тысячи раз задавала себе вопрос, «Это она виновата?» не успела среагировать, или водитель-профессионал тоже оказался бы беспомощным в такой ситуации. Старушка появилась, будто бы из ниоткуда. Неожиданно возникла прямо перед машиной Вики. Может, бабушка жила неподалеку и уже неоднократно переходила дорогу в этом месте. Решила, что и на этот раз пронесет, она успеет перебежать. Хотя поблизости ни светофора, ни зебры. Вика резко вжала педаль тормоза, но это не помогло. Старушку отбросила с такой легкостью, словно она была невесомой. Девушка выскочила из машины и побежала к телу, лежавшему на обочине. Чувство времени покинуло Вику. Только что она наехала на старушку, кажется, это произошло мгновение назад, а вокруг уже столпились люди. Престарелая женщина лежала без сознания. Вика упала рядом с ней на колени, пыталась понять, жива ли она. Но соображала плохо. Скорую помощь никто вызвать не успел. Мимо проезжал экипаж, медики возвращались с вызова и естественно пришли на помощь. Старушку быстро переложили на носилки. Вика бежала следом и с отчаянием повторяла. «Она жива? Она выживет?» Пока один из мужчин в белом халате не огрызнулся. «Я откуда знаю, останется жива или нет?» «Поезжайте за нами. Полиция в больницу приедет». Пока Вика пробиралась к своей машине, она слышала, что говорили люди. Те, кто стал свидетелем случившегося, не винили девушку. Совершенно неожиданно выскочила эта бабка на дорогу. Хорошо бы шагом шла, а то она бежать ведь бросилась. А если бы девушка свернула, чтобы избежать столкновения, да в людей врезалась. Мимо ведь и матери с колясками шли. Да, пешеходы тоже частенько бывают виновны в авариях. Вика соображала очень плохо, но каким-то чудом без происшествий доехала до больницы. В приемном покое пострадавшую наскоро осмотрели и тут же Вика отправили в операционную. «А я? Что мне?» – растерянно лепетала Вика. «Ждите полицию здесь», – велели ей. Медики не видели, что случилось на дороге и, наверное, думали, что девушка – очередная мажорка, которой богатые родители купили и машину, и права. Такая молодежь гоняет по улицам и нередко сбивает людей. Вика опустилась на стул и закрыла лицо руками. До нее тихонько стало доходить, что произошло. Эти два часа она потом вспоминала как самые тяжелые в своей жизни. В приемном покое царила привычная суета. Кого-то привозили, осматривали, говорили с родственниками. Вику все сильнее охватывало чувство ужаса. Что она натворила? Девушка больше не могла сидеть. Каким-то образом, незаметно для людей в белых халатах, пробралась в коридор, добрела до его конца и увидела, что как раз там находится вход в операционный блок. Здесь не было ни стула, ни скамейки. Вика опустилась на пол. Ей хотелось завыть от тоски и отчаяния. – Что с вами? Вам плохо? – над девушкой склонился черноволосый молодой человек. – Плохо, – сказала Вика помертвевшими губами. – Позвольте, я помогу вам подняться. Пойдемте вон туда, к окну. Там можно присесть на диванчик, попросить у сестры что-нибудь сердечное. – Не надо. Вика говорила с трудом, заикалась. – Вы не понимаете, если она умрет, я тоже умру. Наверное, молодой человек решил, что у девушки в операционной лежит кто-то из близких родственников. Он старался ее успокоить. Хотел принести воды, потом достал носовой платок. Вика плохо видела из-за слез. Если бы он знал, что из-за какого-то никчемного Пашки она чуть не убила совершенно постороннего человека. Наверняка эта пострадавшая женщина прожила насыщенную интересную жизнь. И теперь она могла погибнуть только из-за того, что Вика думала о своем подлом женихе. Девушка поднялась, стала ходить по коридору. Она ощущала смертельную усталость, но не могла позволить себе уйти отсюда. И все же ей захотелось на воздух, а в холле как раз была открыта дверь на балкон. Вика сделала несколько шагов, и тут молодой человек схватил ее за плечо и крепко сжал его. – Надеюсь, вы не собираетесь броситься вниз? – спросил он. Она так посмотрела на него, что он понял, девушка вполне может это сделать, особенно если старушка скончается. – Все будет хорошо, поверьте, – стал убеждать он Вику. – Надо просить Бога, чтобы… – Вы не понимаете, – сказала Вика. – Когда-то мы привезли в этот медгородок бабушку. Мне было лет четырнадцать. Привезли с достаточно невинным диагнозом. Думали, камушек в почке, но у нее обнаружили рак. Сколько мы с мамой молились тут же в больничном храме, и ничего не помогло. Бабушка умерла, и уход ее был мучительным. – Я не знаю, что мне сейчас делать, кого просить о помощи. И при этом я сама во всем виновата. Вика опять разрыдалась. Операция еще не закончилась, когда девушку пригласили в ординаторскую. Приехали полицейские. Вика старалась отвечать на вопросы связно, толково, – иначе стражи порядка решили бы, что она не в себе, может быть, даже пьяна. У Вики никогда не было нарушений. Она водила машину очень осторожно. Да и люди, видимо, уже рассказали, как было дело, потому что с Викой полицейские разговаривали достаточно вежливо. Просили ее предоставить видеорегистратор. Она пошла к машине, потом вернулась и еще из коридора услышала разговор в ординаторской. Молодой человек, который старался помочь ей, оказался внуком пострадавшей. Ему тоже задавали вопросы, и он отвечал, что бабушка его всегда отличалась своеобразным характером. Машин вообще не боялась. Уже несколько раз были случаи, когда посторонние люди в последнюю минуту выхватывали ее из-под колес. «Что эти водители, не объедут меня, что ли?» Величественно говорила она. «Объедут непременно. Улица же широкая. Но кому захочется сбить человека и в тюрьме потом сидеть?» Вика впервые подумала, что и ее могут посадить в тюрьму. «Господи, что будет с мамой?» И все же ее собственная судьба меркла по сравнению с тем, что произошло с этой несчастной женщиной. «Да когда же закончится операция, выйдут врачи, если они скажут, что бабушка умерла?» «А девчонка сильно переживает», сказал один из полицейских. «Далеко не всегда так бывает. Порой и в подобных случаях водитель выскакивает и начинает собственную машину осматривать, не помялось ли. До сбитого человека и дела нет». «Насколько я понимаю, произошла случайность», – негромко ответил парень. «Бабушка, как всегда, считала, что беда ее непременно минует». «Вот это да», – будто во сне подумала Вика. «Оказывается, этот парень – внук сбитой старушки, и он знал, что именно я наехала на его бабушку. Но, тем не менее, утешал меня, старался показать, что не держит зла. Бывают же такие люди». Полицейские задержались в больнице надолго. Когда они уехали, была уже ночь. В душе Вика приготовилась к различным вариантам, в том числе к тому, что ее прямо отсюда, из больницы, увезут в камеру. Но гораздо важнее для нее был тот момент, когда из операционной вышли врачи, и она бросилась к ним со всех ног, чтобы узнать, жива ли бабушка. Следом за ней спешил тот самый молодой человек. Один из врачей пригласил их обоих в кабинет, рассказал, что операция прошла благополучно, старушку перевели в реанимацию. Только здесь Вика узнала имя пострадавшей – Наталья Сергеевна, а также выяснила, что ее внука зовут Марком. Когда стражи порядка уехали, и девушка убедилась, что ее не заберут, она поняла, что можно отправляться домой. Тем более к этому времени родители телефон уже оборвали. В реанимацию все равно не пустят. Какую-то информацию можно будет получить только завтра утром. Вика спустилась к машине. В это время на стоянку пришел и Марк. Увидев девушку, он накликнул ее. – По-моему, вам за руль сейчас лучше не садиться, – сказал он. – Слишком много сегодня свалилось на вас. Оставьте машину здесь до утра. На въезде в больничный городок дежурит охранник. Ничего с вашим автомобилем не случится. – А сейчас садитесь, вот моя машина, я вас до дома довезу. У Вики просто не осталось сил возражать. Она понимала, что человек, который все эти часы провел рядом с ней в больнице, отвечал на вопросы полиции, вряд ли причинит ей зло. Поэтому она без сил опустилась на сиденье и назвала домашний адрес. Дома родные стали хлопотать вокруг Виктории. Говорили, что обратятся к самому лучшему адвокату. Повторяли, что вся история – случайность. Вика всегда была очень ответственной за рулем. За всеми этими разговорами никто и не вспомнил о сорвавшейся свадьбе. Мама ничего не сказала про Павла, значит, тот не звонил. Да и что тут скажешь, что объяснишь. От ужина Вика отказалась, но выпила очень много воды. Ее мучила жажда. И потом долго сидела в ванне, никак не могла согреться. Мама принесла снотворное, и девушка его покорно приняла. Но заснуть в эту ночь ей так и не удалось, несмотря на смертельную усталость. Перед глазами прокручивались страшные сюжеты. Завтра ей скажут, что пострадавшая умерла. И что теперь ей, Вике, идти на похороны? Все станут показывать на нее пальцами, назовут убийцей. Ей придется смотреть в глаза не только внуку, но и другим родственникам Натальи Сергеевны. А может, ее вообще не пустят на похороны? Или к тому времени она будет сидеть уже в тюрьме? Вика всхлипнула. Утром она позвонила в реанимацию. Официально разрешили звонить в десять часов, но дождаться этого времени она не могла. Набирая номер, была почти уверена, что старушка скончалась. Однако ответивший на звонок сотрудник сказал, что Наталья Сергеевна жива, продиктовал показатели, давление, пульс. Но голос его звучал устало. Медик не обнадеживал. — Пациентка очень тяжелая, — услышала Вика. — Надеялись, что к утру станет легче, но пока без изменений. Большая кровопотеря, сама дышать еще не может. И возраст, вы же понимаете. Если есть родственники в других городах, лучше вызывайте. Эти слова прозвучали для Вики похоронным звоном. Она поехала в больницу, но прежде чем зайти в травматологию, повернула в маленькую церковь, поставила свечку и долго молилась. Суд, колония — все это, конечно, было страшно, но не шло ни в какое сравнение с судьбой Натальи Сергеевны. Теперь Вика смогла вспомнить происшествие в деталях. Пожилая женщина буквально бросилась под колеса ее машины. Тем не менее, девушка понимала, если она станет причиной смерти бабушки, то не сможет спокойно жить до конца своих дней. Поведение Марка тоже смущало ее. Было бы понятно, если б молодой человек обвинял Вику, набросился на нее, грозил всеми карами. Но он отнесся к девушке так по-доброму, что она терялась, не зная, как это объяснить. Просто пока Марк, наверное, надеется на лучшее. Но если случится самое страшное, тогда его поведение переменится. Ей еще предстоит увидеть гнев и отчаяние молодого человека. В травматологию Вика подоспела как раз к обходу. Она дождалась, когда освободится тот самый врач, который вчера оперировал Наталью Сергеевну. Медик явно считал, что в случившемся виновата только Вика. Но девушке было все равно. Она добивалась лишь одного. Со слезами просила врача сообщать ей новости о состоянии пострадавшей. Есть какие-то изменения к лучшему или нет? «Надеетесь, что если старушка останется жива, вас не посадят?» – с неприязнью спросил врач. – Нет, нет, совсем не то. Мне просто надо знать, что с ней. Если бы я могла дать ей свою кровь или даже какой-нибудь орган… – Что вы глупости говорите? Никто тут пересадкой органов не занимается. Хорошо, буду держать вас в курсе. Вика просидела в больнице весь день. Иногда дремала, но тут же спохватывалась. Она все время молилась, и ей казалось, что если она расслабится, заснет, тут-то самое ужасное и приключится. Ближе к вечеру появился Марк. Скорее всего, приехал после работы. Видно было, что он провел бессонную ночь. Девушке он кивнул, как старый знакомый. – Кофе хотите? – спросил он Вику. И, не дожидаясь ответа, пошел к автомату, принес себе и ей по стаканчику. – Вы один приезжаете? – сказала Вика. – А где же другие родственники Натальи Сергеевны? – А у нее, кроме меня, и нет никого. – откликнулся Марк. – Нет, есть сын, мой отец, но он далеко. Мои родители ученые. Когда я учился в институте, они переехали в Финляндию. Звали, конечно, и меня с собой. Говорили, что обживутся немного, оформят все необходимые документы, и тогда я смогу приехать, устроиться там на работу. Но я сразу знал, что для меня это невозможно. Бабушка Наташа решительно отказалась ехать. Она меня вырастила, воспитала, пока родители занимались наукой. Но она такой человек, который ни за что не покинет родину. Она даже живет в доме, где выросли ее родители. Тут, в этом городе, прошла молодость бабушки. Здесь она работала, переводчицей с французского и английского языков. Все ее подруги тут. Весь быт налажен до мельчайших деталей. Ну, куда она тронется с места на старости лет? И я прекрасно понимаю, что родители уже не вернутся. Если бы и я уехал, что было бы с бабушкой? Ну, например, она бы слегла. Я не могу ее одну оставить. Она замечательная, добрая. А какие пироги печет. – Это вы так издеваетесь, да? – не выдержала Вика. – Я вашу бабушку почти убила, а вы мне рассказываете, какая она хорошая. – Что вы! У меня и в мыслях не было извить. У бабушки с годами зрения стало плохим. И я знаю, сам сколько раз видел, как она перебегала дорогу, будто не видя мчащихся машин. Я уже ей говорил, что за руку буду переводить ее на другую сторону улицы. В это время к ним вышел врач. Говорил он главным образом с Марком. Заметно было, что к внуку пациентки он относился гораздо более дружелюбно, чем к Вике. – Ну что, состояние бабушки улучшается. Еще день, наверное, тут понаблюдаем и переведем в палату. Но чтобы она встала на ноги, необходим будет тщательный уход. – Я стану ухаживать! – вскочила Вика. Тут заговорили сразу оба мужчины. – Вину искупить надеетесь? – спрашивал врач. – Вика, это потребует очень много времени и сил. Не нужно, я найму сиделку! – убеждал Марк. Но девушка никого не стала слушать. Как только Наталью Сергеевну перевели в палату, она стала дежурить возле ее постели. Привозила из дома горячую диетическую еду, меняла старушке белье, памперсы. В отделении лишь немногие знали, что Вика посторонний человек. Остальные считали ее внучкой старушки. Когда Наталья Сергеевна начала вставать, именно Вика всегда была рядом, помогала заново учиться ходить. Девушка уже знала, что Марк и его жена живут отдельно от Натальи Сергеевны. Супруга внука с бабушкой не ужилась, поэтому молодая пара арендует жилье. И девушка предупредила дома. Как только старушку выпишут, она переедет к ней. Нельзя бабушке сейчас жить одной. Ей еще постельный режим нужен. Кто же будет ее обслуживать? – Ну, она же тебе даже не родня, – всплеснула руками мама. – Ну и что? – возразила Вика. – Мы отлично поладили. И действительно, обе быстро нашли общий язык. Наталья Сергеевна совершенно не винила Вику в том, что с ней случилось, и переживала только из-за того, что девушка тратит на нее столько времени и сил. Виктория же иногда вспоминала Павла. С того памятного дня он ни разу не позвонил, и она ни разу говорила себе, что была совершенно права, расставшись с ним. Марк приезжал постоянно, привозил продукты, сидел с бабушкой, разговаривал с Викой обо всем на свете. Они стали настоящими друзьями. Как-то он предупредил девушку, что скоро уедет в командировку, чтобы в течение ближайших дней его не ждали. Вика принесла свой ноутбук и научила Наталью Сергеевну говорить по видеосвязи. Бабушка как раз беседовала с внуком, а Вика мыла посуду, когда все произошло. Неожиданно кто-то ключом открыл дверь в квартиру. Вика выскочила в коридор посмотреть, что за незваный гость. И была потрясена, увидев ту самую рыжую даму, которая лежала в постели у Паши. — Ничего себе! — язвительно сказала женщина. — Я думала, здесь и правда сиделка, а муженек, оказывается, любовницу тут поселил. Вика поняла, что перед ней жена Марка. Она знала, что женщину зовут Эльвирой. — Что вы такое говорите? — не выдержала Вика. — Ваш муж приходит сюда не ко мне. Он навещает свою бабушку. Марк — прекрасный внук. Вам должно быть стыдно за такие подозрения? — Мне стыдно? — взвелась Эльвира. — Это тебе совесть надо иметь. Пробраться в семейное гнездышко и поощрять Марка жить на два дома. И бабка, наверное, на твоей стороне. Она меня всегда терпеть ведь не могла. Что ж она не померла-то после той аварии? Живучая гадина оказалась. И квартиру бы нам освободила. И Марку некуда было бы своих любовниц водить. На глаза Викина вернулись слезы. — Вы и так разбили мне жизнь. Это вас я застала в постели со своим женихом незадолго до свадьбы. А теперь… Если она надеялась смутить Эльвиру, то ей это не удалось. — Вот оно что! — присвистнула та. — А я-то думаю, откуда мне знакома твоя внешность? И что ж, теперь ты решила со мной поквитаться? Понимаю, понимаю. Только не рассчитывай. Ничего-то у тебя не получится. Марк от меня никуда не денется. Бабушки на этом свете не заживется, и тогда ты соберешь вещи и отправишься во своясе. Вдруг раздался спокойный голос Марка. Это было невозможно. Все оторопели. Не сразу Вика поняла, что произошло. Наталья Сергеевна просто притихла, а видеосвязь не выключала. И Марк все слышал. Эльвира побледнела. Теперь отпираться ей было невозможно. Она это прекрасно понимала. Бросилась в комнату, дрожащими руками выключила ноутбук и обрушилась на Наталью Сергеевну. Дескать, дрянь такая все подстроила, лишь бы напакостить. Всегда она Эльвиру ненавидела. Немедленно уходите отсюда. Вика была готова вытолкнуть незваную гостью. Наталье Сергеевне нельзя переживать волноваться. Вы сами во всем виноваты. Да что ты говоришь? Ты еще пожалеешь, что встала на моем пути. Когда за Эльвирой захлопнулась дверь, Вика накапала себе и старушке валерьянке. До вечера они обсуждали случившееся. Наталья Сергеевна плакала. — Наверное, мне действительно надо поскорее умереть. — Перестаньте! — возмущалась Вика. — Марк вас очень любит и никому не позволит обижать. Из командировки Марк вернулся очень быстро. Подал на развод и переехал из съемного жилья к бабушке. О чем был их последний разговор с Эльвирой, Вика так и не узнала. В добровольной сиделке Марк привез большой пакет с фруктами и поблагодарил за помощь. — Вика, теперь вы можете быть свободны. Я сам буду ухаживать за бабушкой. Но вы даже не представляете, как выручили меня. — Вспомните, с чего все началось! — поправила его Вика. Главное, что все благополучно закончилось. — А навещать, Наталью Сергеевну, мне можно? — Ну, конечно! — в один голос воскликнули бабушка и внук. И Вика действительно стала в этом доме частой гостьей. Она забегала в разное время, порой днем, если оказывалась в этом районе. Иногда приходила на целый вечер, и тогда заставала Марка. Они пили чай, за беседой незаметно пролетали часы, и потом мужчина провожал Вику домой. Через несколько месяцев он сделал ей предложение. Наталья Сергеевна была на седьмом небе от счастья. — Дорогая, это значит, что ты опять вернешься к нам. Будем жить все вместе. Так гораздо веселее. Ты не представляешь, какой я чувствовала себя одинокой, когда ты ушла. И, наконец, я буду спокойна за внука. Ты же видела, что представляет собой Эльвира. Я понимала, что рядом с ней Марк был бы несчастным. К этому времени Наталья Сергеевна уже вернулась к привычному образу жизни. Она не раз говорила, что рада тому, как все получилось. Конечно, ей пришлось нелегко. Сама травма, ее последствия. Но в итоге все обернулось к лучшему для всей семьи. — Только обещай, бабушка, что ты больше никогда не будешь так, очертя голову, перебегать дорогу! — просил ее Марк. И старушка клятвенно пообещала. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова